Ну вот у меня такой вопрос. Я всё время с лесом как бы и шишки собираю, и грибы. Сейчас прочитал, что будут штрафовать, если там что-то незаконно, будут грибы эти брать. И вот не знаю, как к этому относиться-то. Знаешь, дорогой, советская власть губила народ 72 года, но это меньше будет губить. Дело в том, что номенклатуры этой в 4 раза больше, которые не работают, но присосались. Они везде сидят и думают, как из человека что-то выжить. Я сравниваю весной, когда коровы гоняешь, то у быка на подгрудке клещи присасываются, всё время надо их как-то отрывать. И вот эти клещи везде выискивают всё за что. Мы испытали от них. И сегодня у нас, которая здесь, нападки идут точно та же самая. Чтобы продать что-то, ну что-то, землю конкретно, у пророка Иеремии говорится, что нужно 4 человека. Покупатель, продавец и 2 свидетеля. Сегодня 126 кабинетов надо пройти, а даже в Москве ещё больше. Ну ясное дело, что паразиты сосут кровь народную. Я ничего не могу сказать. Собирай да тайно где-то, положи их там, а потом вечерком сходишь да возьмёшь. Вот такой совет могу дать. Ты не вороешь, потому что природа, всё, Бог дал всем. Они это всё закрывают, как людоеды. И они такие люди, называются кровопийцы. Ну я вот постоянно хожу там, ягоды собираю, потом продаю там это самое. Кому так даю, там вот, бедные, ну как люди там старенькие такие. Сейчас вот варенье варю, что это шишек. Вот, хорлашу там собираете, сосновые шишки. Очень полезная. Так, Бог даст, если приеду, привезу. Ну, я вам ответил так, что делайте так разумно, чтобы не потеряли над чем трудились-то. Будьте внимательны, а потом придёте да возьмёте. Какой вред от ягод? Понятно, что люди, которые не разбираются в грибах, вот немцы захватывали, они никогда грибы у людей не отнимали. Потому что есть такая бледная поганка, ещё не было ни одного человека, который съел, лёг бы спать и остался живой. Она как укус гюрзы и даже хуже. И случилось, четыре человека собирали, ну и не понимая, грибы эти съели, кажется, в Швеции было. У них вышел государственный закон, чтобы грибы не собирать. И уже, наверное, может быть, лет 80 никто не собирает, никто не наблюдает. Вот причина какая. Наше незнание, а грибы-то полезные, надо знать. Я вот в Америке был, там в монастыре мне сказали, если вы пришлёте нам килограмм, килограммами белые грибы, 100 долларов. Ну, я грибы не собираю и ни доллара не получил. А батюшка наш тут главный грибник. Вот разные шампильоны, везде такие. Ну, я где-то в 60 литров набрал тогда белый грибов, позапрошлый год. Ну, вот так. Вот. По тайге лазили мы там всё. Ну, желаю вам успеха в ягодах и в грибах. Ягоды не отбирают вроде бы. А про грибы я слышал. Ну, конкретно с людьми, у которых отняли, не слышал. То есть не видал. Может быть, это не так. Спасибо, Господи, отец. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, я слушаю. Кому ещё я нужен? Игнатий Тихонович, вопрос. Добрый день. Игнатий Тихонович, у нас батюшка после службы в воскресные дни проводит занятия. Но эти занятия проходят прямо в храме. Вот. Можно туда на них ходить, присутствовать. Но если там женщина молчит в храме, то как можно отвечать на вопросы и там заниматься? Никак не отвечать. Жёны в церквах домолчат. Всё. Сиди, слушай, записывай. А что ответить, скажи, за порог храма выйдем, тогда отвечу. Другого ответа не будет. Иначе будете крепко наказаны. Слово Божье чётко говорит. Жёны в церквах домолчат. Домолчат. Всё. Не понимаешь? Домолчат. Вот как ответить. А то получается, Игнарий Тихонович, получается так, что у нас остаются одни жёны, а он задаёт вопросы, и невольно получается, что нужно отвечать. А как отвечать? Спаси Христос. А я ответил только так. Никак. Держитесь крепко. Никого не слушайте. И откройте это место Писания, им покажите отдельно, только не разговаривай. И вот так пальцами положи ладонь поперёк рта. И второй рукой сверху накрой горизонтально. Крестом огради уста свои. Да будешь благословенна у Господа. Понятно. Спаси Христос. У меня здесь стоит сам этот чемодан. Процессор называется. А динамики... Дальше я по этому туда, чтобы слушать и говорить. А то скажут что-то туда, убегаю от вас. Так, и всё. Отхожу. Хорошие вопросы были. Хорошие вопросы были.